к пастуху. Пастух говорит, ну что, как там наша овца? А собака говорит, вы знаете, встреча прошла очень конструктивно. Вот мы хорошо поговорили. Вообще, судя по всему, овцу очень заинтересовали наше предложение. Вот ее визитная карточка. Я оставил, говорит, собаку ей наш буклет, да, и в принципе мы договорились созвониться на следующую неделю. Согласитесь, ситуация неприемлема. И подумайте о том, как часто вы слышали подобные истории от специалистов по переговорам вашей компании, а может быть иногда и вы рассказывали подобную историю, да, что мы хорошо поговорили, обменялись визитными карточками, в принципе, там, моя презентация очень понравилась. Это не продажа. Да, так вы все время будете просить подаяния, в общем-то, боясь нарушить чьи-то интересы, да. Конечно, кусаться не надо, но продажи, переговоры, как правило, все-таки связаны с какой-то интервенцией, как минимум интервенции в картину мира. Вот. И надо это хорошо понимать. Поэтому в ряде случаев деньги того стоят. Ну что ж, можете спровоцировать центр власти на какие-то действия. Ну, расскажу случай опять о своей практике. Скажем, у меня был интерес к одной крупной компании, с которой я хотел давно заключить контракт на корпоративные программы обучения. Она меня очень интересовала как клиент. Компания была крупная, да, можно было наладить долгосрочное сотрудничество. И я действовал обычным таким официальным путем. То есть тоже участвовал в тендере, подал документы, подал предложения. И в итоге, ну поскольку все-таки рынок более-менее прозрачный, на одной из встреч я случайно узнал, что одну из компаний тоже соискателя и представителя HR-департамента связывают определенные отношения, да, и что, в принципе, на этом основании будет выбрана та компания. Хотя, в общем-то, так, объективными данными эта компания не располагала, по крайней мере, очевидными, чтобы предпочесть именно ее, да. Ну, узнал и узнал, да, хотя меня это немножко тема, конечно, так завела, да, потому что как-то так обидно проигрывать не в открытом бою, а как бы так вот на закулисных темах. Ну, так получилось, я так, что-то меня это, я так, может быть, не всегда это использую, но у меня это немножко завело, захотелось как-то все-таки эту малинь немного разворошить. И так, поискав среди своих давних клиентов, да, которые меня могли рекомендовать, я в итоге нашел, естественно, тех, кто мог бы меня представить именно в центр власти. Вот, одновременно с этим я, опять же, среди своих клиентов нашел тех, а шел я, естественно, через отдел HR, поскольку они объявляли тендер, да, и, значит, естественно, я сначала двигался, как бы так, официальным путем. Значит, я одновременно сделал в итоге два хода. Я вышел на президента компании и одновременно с этим, поскольку я 14 лет работаю с отделами продаж, то очень много хороших клиентов, добрых, старых, знакомых среди торговых директоров, и я поискал тех, кто меня мог рекомендовать в центре неудовлетворенности, то есть в отдел продаж. Потому что отдел продаж, скажем, иногда это неплохое место входа в компанию, да. Там, как мы уже говорили, там всегда есть потребность некая, там текучка кадров, да, там нужны эффективные методики. И вот я сделал такой дуплет. Значит, я сначала познакомился с директором по корпоративным продажам, да, причем я, естественно, директору ничего не говорил, там, о том, что ему собираются подсунуть там дохлого поросенка, условно говоря. Просто я постарался его заинтересовать нашими методиками, там, своими клиентами, то есть как-то произвести на него достаточно положительное впечатление. Так, показал свое знание предмета о том, какие трудности бывают при обучении сейлзов, почему сейлзы там торговые представители, клиент-менеджеры, кей-аккаунт, специалисты по B2B, почему они совершают ошибки, какие ошибки в обучении делаются. То есть я с ним поговорил на ту тему, которая его очень горячо интересовала, потому что все эти стереотипы он с ними сталкивался. Он часто ругался, что от тренингов нет эффекта, да, что сейлзы ничего не перенимают, продолжают по-своему. То есть я поговорил на ту тему, которая его, так сказать, очень горячо волновала, а он же отвечает за бюджеты. Вот такая вот ситуация. И я так сумел ему заранить в душу какие-то идеи, что, в общем, дело не в самом обучении, как зле, а есть методики, при их использовании может быть получен лучший результат. По крайней мере, его тема заинтересовала, тем более, что у меня были рекомендации от его коллег, а сейлз всегда доверяет сейлзу. То есть что я таким образом обеспечил? Я себе обеспечил пятую колонну, да, то есть я как бы себя обеспечил. Потенциальным может быть, по крайней мере, определенное позитивное внимание человека, который, в принципе, если скажут, пошли все нафиг, не будут, то, собственно, никто его не волить не будет. Понимаете, что внутри компании, если столкнутся интересы департамента продаж, HR-департамента, то очень маловероятно, чтобы дирекция компании пошла, вопреки желанию отдела продаж, который там решит что-то засаботировать. Маловероятно. Несмотря на всю авторитетность HR-службы, деньги все-таки зарабатывает у нас департамент продаж. Там основной бизнес-процесс идет, да, а HR-служба его обслуживает. Поэтому какой бы ни был статус у HR-департамента, если сейлз скажет нет, да, очень маловероятно, что президент будет давить сейлза, чтобы соблюсти реноме HR-департамента. Это был первый шаг. Второй шаг, я на одном из приемов меня познакомили с президентом компании, и там уже я ему сказал открыто, что, в общем-то, проводился тендер, да, и, откровенно говоря, меня удивило, что было принято довольно странно, или, по крайней мере, предполагается принять решение, что исключили, там, мои такие-таки компании. Причем я сказал не то, что если бы я сказал, что исключили меня, то я вроде как обижен, но вместе со мной исключили еще ряд компаний, да, и я сказал, что это не совсем понятно, почему выбрана компания вот эта, что она вроде бы не совсем под ваш статус, да, и, в принципе, так, если проанализировать перечень клиентов, то, по крайней мере, вот, в том числе, ну, по крайней мере, эти две компании, они выглядят, ну, более достойно, и вот не совсем понятно. Ну, это так, был светский разговор за бокалом коньяка. тем не менее червя сомнения зародил по крайней мере моя задача была вызвать у директора желания проверить а что там собственно делается у ребят вот эта провокация удалась и в конечном итоге заварилась большая каша и когда в итоге там стали выяснять кого чего и так далее да по крайней мере стали тендер проводить по новой но мое преимущество было в том что если обеспечил лояльность центра неудовлетворенности поэтому когда там вызывали компания и им давали время на презентацию то я фактически уже это моя презентация была не 1 где-то 2 потому что одну презентацию в общем-то директору по продажам я уже провел до того и мое как вот это 7 она упала на взрыхленную почву и понимаете когда первая наша беседа как бы ни о чем с директором по продажам длилось около двух часов она презентацию потом всем компаниям выделяли по полчаса то собственно моя презентация на она была как бы после двух часов когда-то там не так давно а презентацию других было по полчаса да то есть у меня в этом месте были очевидные преимущества в конечном итоге тендер я выиграл это вызвало бешеное сопротивление департамента продаж но откровенно говоря никаких аргументов кроме просто вот жужжание какого-то у них не нашлось и когда потом в результате работы я постарался сделать так я потом покажу это на схеме чтобы директор президента компании этом акционеры они все получили реальную картину именно департамента продаж потому что прекрасно понимал что если это будет идти обычным путем через и чар департамента в общем хорошая аттестация не получил может быть они не будут откровенно говорить что все плохо но будут все время выражать скепсис сомнения там и проще и проще то есть именно извините за термин гадить всеми силами в конечном итоге я не побоялся пойти на эту конфронтацию да ну можете расценить это как неэтичный поступок в общем свою задачу я решил ну что ж кому-то это не понравилось но то есть я имею ввиду что можно входить в конфронтацию это не лучший способ не надо спешить но деньги есть деньги да а переговоры продажи всегда связаны с в общем то с выгодой с другой стороны в конце концов что же я такого плохого сделал да компания получила как я считаю хорошая контрагента я получил хорошую выгоду ну там то что какая-то другая компания не решила свою задачу по родственному ну что ж это бизнес да это их проблема в том что селс остался нет